всем привет дубки на связи хотел вам показать курятник моей крестной полтора года брали мы я брали брал они брали цыплятами суточными в апреле прошлого года то есть сейчас им ровно полтора года это курок рос родонит 3 очень распространенный кросс нашей области петух местный деревенский беспородный курятник вот эта сторона два с половиной на два с половиной такие вот гнезда железные чтобы кур на них не ночевали и здесь вот такая есть планочка который вот закрывается на этой стороне также там куры не садились ночевать гнезда приступочки гнездам насест на одном уровне чтобы куры не не занимали верхние ряды и не пачкали друг друга ночью лаз закрыли себя с той стороны здесь вот вырубана вытяжка надо под вытяжкой висит ведерко чтобы конденсат у него капал и не мочил подстилку полы здесь бетонные на зиму полностью повыше сантиметров 20 насыпается опилка подстилка из опилок окно на южную сторону под окном есть батарея вот электри электрический обогреватель вот чтобы можно было подсветить вода кормушка крутящийся чтобы на меня не садились и тоже не камни попадал в корм ну это вот лоток для яблок лампа вот такая с отражателем какой-то белый приятный свет это отделение для взрослых кур когда есть молодняк для них вот есть рядом отдел тоже для молодняка и когда сбор инкубационного яйца здесь разделяют на две семьи то есть как правило они всегда держат белых и красных кур белые это cross шейвер white сейчас я закрою здесь тоже вот вода кормушка свет с отражателем реле времени свет подается автоматически включается отключается здесь не вижу во сколько он включится во это оборудование с нашей птицефабрики наверняка у нас была большая птицефабрика дубковская и вот как бы на ней тоже применялись такие механизмы для регулировки светового режима птиченьках кстати здесь под кормушкой я точно не найду но здесь есть погреб небольшая такая погребица для хранения кормовой свеклы обычно открывается люк и делами достают эту свеклу зимой и дают тоже в курам тоже выгул для птицы это молодняк майский пусть им три месяца сам курятник из шпал распущенных пополам с этой стороны изнутри он обид рейкой и штукатуренный поделены с улицы обид металлом что тоже защищает от грызунов и от разрушения дерева город по рацион да я их спросил чем они кормят это мешанка своего производства дробленка вот сухая йог не смачивают при раздаче птица здесь значит состоит она три шестых это пшеница одна шестая чечевица одна шестая семечко подсолнечника и одна шестая кукуруза в зимний период еще добавляют мясной фарш отваренный у нас мясокомбинат дубковский и они реализуют в брикетах фарш механической обвалки то есть но это по сути то что осталось после обвалки на костях это все мелко мелко дробят прям в крошку мелкую и населению тоже продают в брикетах я не помню цену ну вот они покупать брикетах в специальном холодильнике который техническом помещении находится это все хранят и птицы варят и добавляют в мешанку зимой для обогащения белковым сейчас мы сходим на улицу там еще в вольер посмотрим он птицы заходит коры заходят райком как это дело выглядит с улицы сверху тоже вот крыто сеткой чтобы вороны не потаскали молодняк потому что когда цыплята маленьких тоже сюда выпускают и они здесь гуляют даже самые маленькие малыши здесь рядом находится в роще в роще очень много ворон и поэтому вот приходится защищать птицу еще и сверху это вот выгул курей на улице он там видно из птичника трап по нему он выбегают и дверка которая мелкая ячеечная сетка чтобы тоже на ночь ее закрывать чтобы грызуны не попали в птичник крапивы им кинул какой-то он ходит хрипит суп просится это крестная моя который вот занимается сейчас птицей это племянница моей бабушки ранее птицей заведовала бабушкина сестра 12 лет назад я не стала вот баб тома всегда птица относилась строго по хозяйски то есть кур держали строго один год ежегодно выводили своем инкубаторе молодняк на замену как правило они держали всегда местных цветных кур чтобы было коричневое кремовое яйцо и белых кур русской белой породы как на вашей птицефабрике дубковской если какая-то курица клахтала то клахтать ей не разрешалось дабы не портить статистику яйценоскости курицу она там окупала в бочке и сажала под бочок в темноту и без корма на пару дней чтобы она рассиделась и перестала клахтать как правило это всегда помогало в кучках не нуждались так как был свой инкубатор напомним вот еще хотел сказать и забыл петухов оставляли тоже только на инкубационный период как только собирали яйца на инкубатор всех петухов пускали на мясо опять таки чтобы они не жрали лишний корм вот этот час петух тоже инкубационное яйцо они не собирают пару лет назад наверное последний раз выводили молодняк и забралась какая-то собака или чупакабра как у нас тут ходили слухи по поселку и положила у них всю птицу практически 90 голов то есть это взрослая родительское стадо были цветные куры и всю молотку тоже около 50 голов то есть примерно 40 голов старых и 50 голов молотки выжила только единственная одна курица кучинка у них не знаю на тут осталось или нет нет мне тоже тоже старая получается которая на тот период клахтала или тоже по традиции накупали в воде и закрыли бочком вот то что она сидела под бочком и и и спасло она выжила тоже после они тоже купили молотки и без курения остаются люди никогда потому что ну так же как и я не привыкли покупать магазинное яйцо и каких-то других хозяйствах